В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского района в студии Максим Козлов. Здравствуйте, но в начале выпуска коротко об основных событиях. Валерий Венцель принял участие в бизнес-завтраке с предпринимателями сельских поселений Совхоз имени Ленина и Развилковского. У нас есть определенные правила. Мы говорим о том, что мы в первую очередь заботимся о нашей территории. Жители микрорайона Май уже несколько недель не могут дышать свежим воздухом. Полипропилен это или что-то, я не химик, к сожалению, не знаю. Литературную премию имени Евгения Зубова вручили самобытным литераторам Московской области в том числе и представителям Ленинского района. В ряды берез вторгаются осины. Немых полян застыл белесый свет. Глава Ленинского района провел рабочую встречу с предпринимателями из двух поселений муниципалитета – Совхоза имени Ленина и Развилковского. Организованная в формате бизнес-завтрака, она позволила власти и бизнесу вживую обсудить насущные вопросы и получить на них ответы. Екатерина Коваленко расскажет больше. Более 40 предпринимателей из поселений Развилковская и Совхоза имени Ленина стали гостями рабочей встречи с руководством нашего муниципалитета. И если для видного такие бизнес-завтраки уже стали доброй традицией, то в Развилке он проводится впервые. Инициатором выступила торгово-промышленная палата Ленинского района. Созданная более года назад, она призвана улучшить инвестиционный климат и консолидировать предпринимателей. Наша задача, чтобы товары, которые производят здесь на территории района, или услуги, которые дают сами бизнесмены или предприниматели, о них узнали и сами предприниматели и пользовались этим. Это такой круговорот денег в районе. Среди участников – люди из самых различных отраслей бизнеса. За одним столом оказались производственники, застройщики, представители банковской сферы. Выступая с приветственным словом, глава муниципалитета отметил, что сейчас на территории района почти 9 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. И власть всегда открыта бизнесу. Причем независимо от того, это небольшой магазин или крупная компания. В первую очередь помогаем своим местным предпринимателям, то есть усиленно. Помогаем, сопровождаем, чтобы там не было никаких бюрократических препонов. Мы показываем всем тем, кто приходит к нам, что у нас есть упорядоченный орган, чтобы у нас есть определенные правила. Мы говорим о том, что мы в первую очередь заботимся о нашей территории. Далее пришло время живого общения, когда гости могли обменяться мнениями или обратиться с вопросами к руководству района. На встречу поднимались темы, касающиеся ввода в эксплуатацию новых построек, льгот для малого и среднего бизнеса. Всех интересовало, изменится ли ставки земельного налога в случае преобразования Ленинского района в городской округ. Формат никаким образом не изменится. То есть это вот федеральное законодательство, есть кадастровая стоимость, есть решение Совета депутатов. И, собственно говоря, на основании этого налоговая инспекция будет осуществлять соответствующие расчеты. Был затронут и вопрос транспортной доступности. Компания «Спасские партнеры», занимающаяся пищевым производством, уже 8 лет базируется на территории села Беседы. Сейчас, когда идет реконструкция Марьинской развязки на МКАДе и нет прямого сообщения с Москвой, для многих сотрудников стало большой проблемой добраться на работу. Многие сотрудники нашей компании, кто-то по часу пешком ходит, кто-то добирается на такси, несет расходы. Есть какие-то варианты решения? Сейчас Сергей Анатольевич Гаврилов готовит мне предложение, чтобы у нас было сообщение пассажиропотока до развивки. Первый бизнес-завтрак в Развилковском поселении оказался очень плодотворным и в планах организаторов сделать такие встречи регулярными. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВИДН-ТВ. В ходе очередного объезда территории глава муниципалитета побывал в микроарьоне Восточное Бутово, где остался недоволен состоянием дворов и дал поручение в кратчайшие сроки обновить детские и спортивные площадки. Как управляющая компания справляется с поставленной задачей, наблюдала наша съемочная группа. Неделю назад губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов проверить все детские площадки в Подмосковье и привести их в надлежащий вид. Микро-район Восточное Бутово, хоть и совсем молодой, детские игровые зоны здесь уже требуют ремонта. Замечания были по сломанным элементам МАФ. На сегодняшний день мы все замечания устранили. Также были замечания по отсутствию информационных стендов на детской площадке. Все установлены. Окраска всех элементов МАФ. Мы всю тоже произвели. Спорт-площадку. По спорт-площадке были замечания. Мы их также устранили, восстановили, повешили волейбольную сетку. Один недочет остался – это резиновое покрытие. Резиновое покрытие, уверяет инженер УК, приведут в порядок до 10 июня. На сегодня недочеты полностью устранены по адресу Лесная, 21. Сейчас сотрудники УК приступают к ремонту площадки на Крымской, 13. Тут идет покраска оборудования. Предстоит произвести латочный ремонт резинового покрытия. Будем вот этот клей мешать резиной. Если цветной резиновый, добавить еще краску туда. Все это помешать и вкладывать на асфальт. Мы закроем весь латочный ремонт резиновых покрытий на детских площадках, спорт-площадках. Это как латочный, да, то есть также капитальный ремонт. Увидев нашу съемочную группу, некоторые жители поспешили поделиться наболевшим. Так у Дмитрия Григорьева, который входит в инициативную группу домов по улице Крымской, жалоб много. Говорит, в ряде домов отсутствуют шланги для пожарных гидрантов. А на замечания от жителей управляющая компания реагирует неохотно. Просим то, что положено, по факту делается очень мало. Вот и все. Но это мнение инициативной группы. Сейчас многие из-за этого будут бросать это жилье и уже ищут поближе к метро, чтобы не жить в таком хаосе, который сегодняшний день получается здесь есть. А вот Елена Хлебникова в целом работы управляющей компанией довольна. За три года, что она здесь живет, Елена всего пару раз обращалась в УК с замечаниями. И всегда вопросы решались положительно. Вроде устраняются недоработки по детским площадкам, насколько я вижу. Так, ну, не в том темпе, как хотелось бы, но вроде бы решается. Всего в ведении управляющей компании 15 детских и 7 спортплощадок. На сегодняшний день из них в порядок приведены 7. На остальных активно ведутся работы. И, как обещают представители УК, в скором времени они тоже станут красивыми и безопасными. Екатерина Борисова, Александр Бутников, Ольга Садовская, Видное ТВ. Гость нашей студии Светлана Запкова, заведующая отделом обеспечения социальных гарантий Ленинского управления социальной защитой населения. Поговорим о выплате на обучающегося предоставляемой многодетным семьям. Здравствуйте. Добрый день. Итак, для детей, как известно, лето-пора каникул, а вот для родителей это пора приобретения вещей к новому учебному году. Итак, как я понимаю, какие-то категории населения имеют льготы. Давайте об этом поговорим. Да, хочется напомнить, что вот уже четвертый год подряд в Московской области существует такая выплата. Выплата на приобретение школьной одежды детям из многодетных семей. То есть если у семьи есть удостоверение многодетной семьи Московской области, ребенок обучается в школе Московской области, семья может получить раз в год 3000 рублей. И я, конечно, поздравляю всех родителей мам и пап с окончанием учебного года, но мне хотелось бы, чтобы в июне месяце они воспользовались такой возможностью и подали свое заявление на получение данной выплаты. Освободили себя в сентябре, в октябре, когда идет пора новых предметов, новых учебников, новых справок для кружков от этой заботы и получили эти деньги заранее. Особенно эта информация важна у нас родителям, где есть выпускники. То есть учащиеся 11 классов в 2019 году по-прежнему продолжали учебу и имеют право на эту выплату. Если родители протянут, скажем, прямо время до сентября, то в сентябре эти дети уже уйдут из школы, не будут числиться учащимися и выплату такую получить не смогут. Июнь как раз то самое время, когда секретари школы еще на местах, дети считаются обучающимися. Поэтому мамы и папы детей из многодетных семей, где есть выпускники 11 и 9 классов, которые уже не планируют вернуться в школу, настоятельно вам рекомендую, если вы еще этого не сделали в 2019 году, получить у секретаря школы справку установленной формы об обучении ребенка в школе и подать посредством РПГУ, то есть через сайт услуги mosreg.ru, заявление об оформлении такой выплаты и получить 3000 рублей. Я правильно понимаю, что круглый год можно подавать такое заявление? Да, да. Просто у многих родителей срабатывает стереотип привязки. Начинается новый учебный год, и вот мы оформляем все документы. Для этой выплаты нужно начало только нового календарного года. То есть буквально с 1 января такое право уже возникло. Многие родители им воспользовались, но тем не менее у нас же в районе сдаются очень много новых микрорайонов, много новых жилых домов, приезжают многодетные семьи, которые не обо всех льготах или выплатах знают. И соответственно они за хлопотами могут просто пропустить что-либо. Поэтому мы каждый год стараемся напомнить, особенно в преддверии окончания учебного года, когда у нас есть учащиеся покидающие школы. Ну и как я понимаю, этот процесс происходит не автоматом, как говорится. То есть родители должны прийти. Любая выплата у нас идет только в заявительном порядке. Ни о каком автоматическом назначении речи быть не может. Пока родители не попросят у нас эти деньги, мы их не отпадим. Ясно. Хорошо, что вы пришли к нам на эфир, напомнили о такой важной вещи нашим родителям. Я думаю, они прислушаются и уже в скором времени, может быть, даже работы у вас в отделе прибавится. Ждем всех с нетерпением. Спасибо, что пришли к нам на эфир. А я напомню, что в нашей студии была Светлана Запкова, заведующая отделом обеспечения социальных гарантий Ленинского управления социальной защиты населения. Неласковый май. Жители микрорайона май уже несколько недель не могут дышать свежим воздухом. На прилегающей к жилому комплексу промышленной зоне складируются и сжигаются мусорные отходы. Несмотря на то, что эту территорию арендует застройщик, руководство организации отрицает свою причастность. Эта позиция была озвучена на встрече с жителями, которая прошла в микрорайоне. В микрорайоне май, который находится на территории городского поселения Горки-Ленинские, жители дружны и проблемы решают сообща. Вот и сейчас они собрались, чтобы пообщаться с руководством поселения и задать свои вопросы представителю застройщика. Бытовых проблем, требующих решения, у этих людей хватает, но все они отошли на второй план, перед главной напастью. Началось это где-то порядка полугода назад, сначала это было не так часто, может быть раз в неделю. Потом случаи учащались, сейчас это каждую ночь происходит, то есть жгут пластик, жгут какой-то токсичный мусор, запах очень сильный, невозможно спать с открытыми окнами, все бастуют, у всех маленькие дети, много пожилых людей, то есть дышать невозможно. Возгорание происходит на территории промышленной зоны, которая находится в непосредственной близости от жилого комплекса. Ее также арендует застройщик, но пока строительства здесь нет, сдает землю в субаренду. Май продолжается. Замечательные иллюстрации. Скоро здесь начнется строительство ЖК «Май-2». Возможно, через 4 года здесь и будет город-сад, но сейчас именно за этим красивейшим забором и сжигают отходы. Все это время жители не сидели сложа руки. Они направляли обращения в различные инстанции, в том числе и в Министерство экологии и природопользования Московской области. Откуда им пришел ответ? При рассмотрении вашего обращения установлено, что на земельном участке размещение, в том числе и сжигание отходов производства и потребления, не осуществлялось. Возможно, проверяющим просто не повезло, хотя в данном случае логично говорить о невезении жителей. На многочисленных фотографиях видно, что пожары здесь пылают и днем, и ночью. Причем, по заверению граждан, горят именно токсичные отходы. Мы вешаем детские вещи, у нас два маленьких ребенка, вешаем детские вещи за окном. Окна квартиры выходят наружу, во двор, то есть еще дальше, чем от объекта. Тем не менее, по утрам бывает видно, знаете, такие мелкие кусочки пепла. Причем пепел вот как паленый сженой изоляции. Полипропилен это или что-то, я не химик, к сожалению, не знаю. Но выглядит достаточно неприятно. Прибывший на встречу с жителями представитель застройщика заверил собравшихся, что уже направил письменную претензию субарендатору. Также подготовлен план мероприятий по прекращению складирования и сжигания отходов. Но почему только сейчас? Реагируем не только мы, но и надзорные органы. Значит, жалобы начали поступать недавно. Действительно, офис продаж здесь, мы открыты для жалоб и пытаемся тесно взаимодействовать с жителями и отвечать на все их вопросы. То есть жалоб до последних недели не было, что ли? Были жалобы, не надо. Не правда, жалобы были письменные, устные, обращение к застройщику было каждую неделю. На сайте застройщика жилой комплекс именуется не иначе, как город-курорт Май. Но сложившаяся ситуация мешает местным жителям почувствовать все прелести курортной жизни. Подключилась к решению проблемы и администрация горок Ленинских. Совместно с правоохранительными органами был проведен рейд территории. Да, действительно, на территории выявлено несколько очагов сжигания отходов твердокоммунальных строительного мусора. По результатам рейда материалы все направлены в межрайонную природоохранную прокуратуру Московской области. Мы также решили лично посмотреть на территорию промышленной зоны. Правда, правоохранителей с нами не было, поэтому путь преградила бдительная охрана. Впрочем, территория за забором хорошо видна из окон домов, стоящих в непосредственной близости от импровизированной свалки. Вполне естественно, что никаких признаков пожара мы не обнаружили. А вот экологи, воспользовавшись эффектом внезапности, нарушения нашли. Организовали рейд такую, никого не предупреждая, с правоохранительными органами на транспорте, именно на машине полиции прорвались на участок. Нашли как минимум шесть площадок, где происходит сжигание отходов различных, как твердокоммунальных, строительных, так и обмотки от металлолома, от разборки металла. Справедливости ради надо отметить, что представитель застройщика заверил местных жителей, что проблема практически решена. А если задымление повторится, они могут звонить ему на личный телефон. Субарендаторы тоже сданы кусочки этой земли тем еще субарендаторам, которые как раз и, получается, сжигали свои отходы. С ними прекращены отношения. Жители надеются, что в ближайшее время виновные в экологических нарушениях будут найдены и наказаны. А они снова смогут дышать свежим воздухом. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Восьмой год подряд в Ленинском районе проходит Олимпиада воскресных школ. Это увлекательное мероприятие нравится юным прихожанам храмов Видновского благочиния. Они с удовольствием готовятся и принимают в нем участие. Татьяна Брылова побывала на последних состязаниях по знанию истории православия, которые состоялись в детской школе искусств города Видное. В этот солнечный майский день участники православной Олимпиады вместе с родителями спешили в детскую школу искусств. В фойе можно было закончить последние приготовления и настроиться на хорошую игру. Ведь каждая из восьми команд участниц тщательно готовилась к этому событию. Подготавливались долго. Хотим увидеть результат. Надеемся, что займем призовое место. Более трех месяцев участники Олимпиады готовились к предстоящим испытаниям. Самый интересный конкурс, конечно же, творческий. Ребята должны показать небольшое представление. Сюжеты, представленные на этом конкурсе, были самые разнообразные. Катя Крамаренко из команды «Ника» сыграла главную роль в сценке, подготовленной ими для Олимпиады. А в обмен на исцеление февронья Попросила, чтобы в жены взял ее Но была она бедна и худородна И забыл он, исцелившись про нее Мы играем сценку про февронию. Я есть феврония. Я вылечу князя, и он на мне поженится. В моих руках раствор, которым я буду его лечить. Для своей сценки, которая по правилам длилась всего три минуты, ребятам из команды «Миротворец» пришлось потрудиться. Красочные костюмы и движения помогли зрителям понять смысл, вложенный в мини-постановку. Это будет танец про то, как монголы пришли на нашу родину, и мы благодаря ее отвоевали. Если первый конкурс был самым красочным и эмоциональным, то второй и третий предусматривали наличие знаний по заданной теме. Мы стараемся каждую Олимпиаду посвящать какому-либо памятному событию церковного года. Сегодняшняя Олимпиада в этом году посвящена памяти преподобного поэстя Святогорца. И ребята показали, что время, потраченное на подготовку, прошло не зря. Команда «Фавор» – Елисей. Команда «Жемчужинка» – Елисей. Конечно, в зале были болельщики, которые переживали за свою команду. Но православная Олимпиада всегда отличается тем, что все участники чувствуют дружескую поддержку у каждого зрителя. Ведь главная задача вовсе не победа, хотя и знания, приобретенные при подготовке, тоже важны. Главное – возможность общения. Как правило, храмы друг с другом вот так вот тесно, редко общаются. Духовенство может общаться, священники друг с другом более часто. А вот чтобы дети и воскресными школами вместе собирались, наверное, такой площадки и нет. Это единственная такая площадка, когда со всех практически школ, основных храмов нашего благочиния собираются вместе детки. Собираются вместе и дети, и взрослые, одной большой дружной семьей, в которой все живут в мире, дружбе и вере в Господа Бога. Татьяна Брылова, Евгений Садовский, Сергей Ларин, Видное ТВ. Литературная премия имени Евгения Зубова была учреждена в 2003 году. С тех пор эту награду получают самобытные поэты и прозаики со всей Московской области. Для литераторов Видновского края премия имеет особую значимость, ведь поэт Евгений Зубов сам родом из этих мест. На церемонии побывал и наш корреспондент Арсений Рогозянский. В Центральной районной библиотеке состоялось вручение Московской областной литературной премии имени Евгения Зубова. Церемония награждения состоялась в 14-й раз, а трое из лауреатов – поэты Ленинского района. За всю историю премии ее обладателями стали 78 литераторов, из которых 38 – жители Ленинского района. Вот и в этом году наши земляки не остались без наград. Мы в свое время, когда создавали эту премию, ставили перед собой следующие задачи. Первая – увековечить память Евгения Зубова, прекрасного поэта Видновского края. Вторая задача – поощрить, поддержать талантливых литераторов, прежде всего Ленинского района и Московской области, и литераторов, и руководителей элит объединений. Среди награжденных журналист газеты «Видновские вести» Евгения Сорокина. Ее рукой написано множество книг о земляках, которые стали достоянием Ленинского района. Евгения Петровна отметила престижность премии, а также рассказала о своем заочном знакомстве с поэтом Евгением Зубовым. Премии награждают поэтов и прозаиков, раскрывающих в своих творениях тему малой родины. Таким когда-то был поэт Евгений Зубов, чьим именем и названа награда для литераторов. Память о человеке жива, пока его помнят. А потому стихи Есенина Видновского края и поныне звучат со сцены. Одно из них прочитал Тимофей Ануров. В ряды берез вторгаются осины, немых полян застыл белесый свет. Деревьев обнаженные вершины до солнечной весны хранят секрет. В этом году литературной премии удостоено шесть человек. Творчество этих людей разное, однако оно едино лишь в одном, но самом важном – в прославлении своей малой родины. Арсений Рогозянский, Александр Будников, Сергей Ларин, Видное ТВ. И в заключение выпуска расскажем о прогнозах синоптиков. Они предсказывают, что завтра, 31 мая, на протяжении всего дня будут наблюдаться осадки. Утром ожидается сильный дождь, во второй половине дня – ливень с грозой, которому на смену придет мелкий дождь. Температура плюс 22 градуса. И это все основные новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.